Десногорский городской совет Вторая очередная сессия городского совета В своих работах обратили свой взор к храмам, которые были разрушены, и образ царской семьи прекрасно был показан Итоги образовательных рождественских чтений Открытие новой баскетбольной площадки Сколько сверху? В области задержан наркодиллер А теперь об этих и других событиях подробнее Губернатор Алексей Островский побывал в Смоленском филиале Московского энергоинститута Он познакомился с работой вуза, посетил местный музей и пообщался со студентами А они показали главе региона свои инновации Новый формат работы принят по инициативе заместителя председателя Государственной Думы Сергея Неверова Он предложил последнюю неделю каждого месяца проводить в регионах, которые парламентарии представляют в Госдуме В октябре в рамках региональной парламентской недели Сергей Неверов встретился с жителями Смоленского пригорода На очередной сессии Десногорского городского совета депутаты рассмотрели 8 вопросов О том, какие решения они приняли в нашем следующем сюжете Первым вопросом депутаты решили установить срок разработки проекта бюджета города на 2017 и плановый период 2018-2019 годов до 7 декабря этого года Также депутаты, учитывая сложную экономическую ситуацию в городском бюджете, отменили формирование долгосрочного бюджетного прогноза И рекомендовали финансовым службам администрации составлять прогноз не более чем на три года Следующим вопросом депутаты решили принять в муниципальную собственность движимое имущество, полученное за счет средств благотворительной помощи Так, третьей школе передана химическая мини-экспресс-лаборатория, детскому саду Чебурашко, комплект интерактивного оборудования и сенсорные игровые аппараты Дом детского творчества получил от шефов ноутбук Также был рассмотрен вопрос об установлении цен на услуги бани Латона Депутаты приняли решение и теперь любители парной и бассейна будут платить за каждый час пребывания в общем отделении С 1 ноября первый час будет стоить 120 рублей, а каждый последующий – 80 Повышение цен на услуги депутаты утвердили на весь следующий год Они будут меняться ежеквартально Сохранились льготы для малоимущих и многодетных семей С 31 октября по 2 ноября в Смоленске при поддержке администрации области пройдет региональный социально-экономический форум «Территория развития» Его участники не только обсудят проблемы, волнующие смолян Но и совместно определят пути решения насущных вопросов В течение трех дней будут работать тематические площадки, проходить дискуссии и презентации В Смоленске подвели итоги областного конкурса «Ветеранское подворье» Участниками смотра конкурса стали ветераны, имеющие в собственности фермы, личные пособные хозяйства и дачные участки На протяжении месяца специальная комиссия оценивала хозяйство из 19 районов области и выбрала лучших животноводов и огородников Ежегодный областной конкурс «Ветеранское подворье» прошел на Смоленщине уже в четвертый раз Каждый год в Москве проходят международные рождественские чтения В этом году Оргкомитет решил включить в программу мероприятия «Региональный этап», который разделили на школьный и муниципальный Юные десногорцы приняли активное участие Подробности далее В образовательных рождественских чтениях приняли участие более ста воспитанников образовательных учреждений нашего города Ребята представили большое количество работ, выполненных в различных техниках Представили и литературные работы, и рисунки, и какие-то постановки, и какие-то исследования касательно разрушенных храмов и святых мест, которые были утрачены, сейчас возрождаются И, в общем-то, уже первое посещение этой выставки радует, потому что видим, что детки на самом деле отнеслись очень думчиво к участию в этих рождественских чтениях И, значит, в последующие годы будем видеть их новые интересные работы В Доме творчества была оформлена целая выставка, а 25 октября в актовом зале прошла церемония награждения лучших Поздравить ребят с победой и поблагодарить за участие пришли почетные гости Настоятель храма всех скорбящих радостей протерей Виталий Сладков, ветераны Петтруда, специалисты Комитета по образованию Нельзя, наверное, никогда забывать свою историю И, участвуя своими работами, своими литературными произведениями, литературными сочинениями, исследовательскими работами, своими творческими работами, вы продемонстрировали, что вы это помните, и эта вера в свою историю у вас есть и живет Победители и призеры муниципального этапа за победу получили почетные грамоты и памятные подарки 25 октября состоялся ежегодный традиционный праздник для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Среди приехавших из разных уголков Смоленщины людей, которые, не считаясь трудностями современной жизни, приняли детей на воспитание, были и три семьи из Десногорска Семьи награждены ценными подарками, почетными грамотами и благодарственными письмами В художественной галерее областного центра презентовали сборник архивных документов о становлении системы образования на Смоленщине Более 150 документов об учительском труде вошли в один сборник Хронологически книга охватывает переломный этап истории, конец империи и начало советской эпохи Во второй школе Десногорска открыли новую баскетбольную площадку Благодаря чему в городе появился еще один спортивный объект И как прошла церемония открытия, расскажем в нашем сюжете Коллектив второй школы нашего города участвовал в открытом конкурсе социально значимых проектов Госкорпорации «Русатом» И в 2016 году их проект «Школа баскетбола» стал победителем На реализацию этого проекта Госкорпорация выделила грант – 470 тысяч рублей Вот уже несколько лет подряд наши учреждения, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования Участвуют в этих конкурсах и побеждают Тем самым вклад делает определенный и в развитие самого города На средства, выделенные «Русатомом», баскетбольная площадка оборудована новыми стойками и щитами С современным спортивным покрытием Нанесена разметка в соответствии с правилами Международной федерации баскетбола Приобретен необходимый для тренировок инвентарь В Тесногорске баскетбол сегодня игра такая модная, игра в тренде Очень эффективно, очень быстро и очень результативно развивается у нас этот вид спорта И хорошие результаты второй школы в баскетбольных начинаниях, в соревнованиях школьной лиги Кэсбаскет Плюс наша постоянная, долгая и очень полезная дружба с «Русатомом» позволила нам сегодня Вашей замечательной школе подарить вот такую замечательную площадку Капитаны баскетбольной сборной команды второй школы Иван Гунько и Анастасия Архарова Торжественно перерезали ленточку А право первого броска было предоставлено главе Десногорска Опробовать новую спортивную площадку смогли и учащиеся шестых классов второй школы Для них была организована мини-эстафета с игровыми элементами баскетбола 27 октября в реабилитационном культурно-досуговом центре Смоленской АЭС состоялся концерт «Здравствуйте» Это отчетное выступление детского коллектива театра «Песни Шан», с которым руководит Алла Коробейникова Концертная программа состояла из сольного исполнения воспитанников и ярких постановочных номеров В нашей области задержали наркодилера с крупной партией героина Подробности в репортаже 30-летний житель Дагестана привозил в наш регион наркотики и реализовывал их Торговца задержали в Вязьме. На нескольких улицах райцентра в тайниках были обнаружены 53 свертка, в которых находилось более 186 граммов героина Торговец распространял наркотические средства бесконтактным способом Мужчина отправлял сообщение о месте нахождения так называемых закладок оператору, находящемуся в другом регионе Изъятое порошкообразное вещество было отправлено на экспертизу Изъятое является наркотическим средством героин массой более 186 граммов В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления Предусмотренного статьей Уголовного кодекса покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере За это наркодилеру теперь грозит до 20 лет лишения свободы 28 и 29 октября в нашем городе состоится волейбольный турнир среди ветеранов Посвященный памяти и 80-летию со дня рождения почетного гражданина Десногорска Бориса Ревы Играют команды Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Обнинска, Брянска и Смоленска Организаторы приглашают любителей волейбола на спортивные баталии И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok